хоба привет с вами доктор влад ну и последний ролик у нас обеденный да я сейчас на одноклассники зашел пообщался со своими сокурсниками вот впечатление такое что с марии захаровой целовался прям какой-то неприятный ребят как вы там живете господи вот ну хамят что-то как-то даже вот не хорошо это ладно новость какие оперативный штаб сообщил о 6 новых случаях заражения коронавирусом в российской федерации так пять случаев москве один нижнем новгороде все заведено в из италии ребят из италии заболевание протекает в легкой форме и состояние у всех удовлетворительное все хорошо прекрасно мартиза сейчас будет вообще много про коронавирус вот тут ксения собчук отметилась статьей хочу сразу предупредить все что я скажу ниже лишь мои домыслы и теории это просто мое мнение но она боится что посадят да я считаю что масштаб расстранения коронавируса это нахи москвы сильно замалчивается в нашей стране почему потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса и вот она рассказывает она рассказывает 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для платона но и нам сын наверно да из китая он он прилетел прямым рейсом без всяких помех у самолета ему померили температуру на этом все я естественно человек более осторожный сняла отдельную квартиру на нее деньги есть и посадил человека на карантин стала звонить врачам думаю сделаем анализ человеку на коронавирус ему и может работать 24 дня без дела чё и тут узнается удивительный факт в россии больницам не выдают реагенты для анализа ты не можешь поехать в частную клинику сделать анализ это запрещено ты должен ехать в одно место в центре города на графский переулок одно место это как у нас один студент писал мы выпускались до распределение вот он писал пошлите нас женой в одно место так графский переулок и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми других вариантов нету нет скажите хоть один нормальный человек поедет проверяться туда где он скорее всего этот коронавирус и подцепит ну правильно в очереди да не все сидят там разговаривают зачем это делается на мой взгляд только с одной целью снизить статистику но умер человек от гриппа или пневмонии ну ничего бывает да ребят вот я вам то же самое говорю зачем сеять панику боятся что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты просто представьте на секунду что корона вирус распространен в россии который на границе с китаем и рейсы прямые не отменялись меньше чем в италии если верить официальной статистике вы это верите серьезно просто никому не нужна паника и скупка продуктов попробуйте маски купить в москве это целый квест а если так будет с мясом или хлебом поэтому лучше сдайте канал из в одном месте где мы можем занижать все как хотим и ходить на работу это только теория но посмотрите какая пропаганда идет по телевизору что коронавируса нет такая же примерно как в украине как что в украине одни бендеровцы вы же понимаете что это разнарядка зачем вот и вопрос я купила продуктов на полгода ребенок не ходит в садик пью витамины и пожираю апельсины и прочее берегите иммунитет собчак она не дура она далеко не дура ребят так что тут еще о роли денег политики в интересный виталий шкляров пишет про майкла бурл блумберга зачем он он потратил 500 миллионов долларов только на официальную компанию да и ушел и вот он заинтересовался почему как почему что так произошло то но смысл в том что блумберга выпустили чтобы он как как горящий метеорит да его значит выпустили чтобы он боролся против берни сандерса вот чем дело блумберг с самого начала был разменной монетой но с другой стороны вдруг оказалось что байден все выигрывает ему сказали ну все до свидания ты теперь не нужен и он ушел ну вот примерно так ребята возможно возможно я не знаю посмотрим что будет сандерс действительно проигрывает час блумбергу ой не блумбергу а байден очень сильно и вот да опа и вот это вот тоже сейчас везде везде вот аркадий дубнов пишет речь идет о мерзостной подлянке устроена сегодня государственным реа новости попытавшимся снова вспомнить государственную ложь про то что тысячи польских офицеров тысячи польских офицеров якобы расстреляли немцы они сталинской нквд но в катыни да ну вот он дает ссылку и так далее игорь для чего это делается но я думаю потому что 10 апреля исполнится 10 лет трагической катастрофы под смоленском ту-134 которых был в котором был по этот самый лех кочинский до президент польши и вот хотели в смоленске сделать ну как бы траурное мероприятие да и польша хотела прилететь вот они это спецом сделали чтобы польша обозлилась и не прилетала туда ну может быть и так может быть и так то же самое вот тут государственная гангрена российской федерации уже более жесткое название сергей пархоменко это какая-то гангрена гнение страны заживо и вот он опять вот про этот прострел катыни и горит что слушайте путин 7 апреля 2010 года он тогда был глава правительства до на совместной пресс-конференции сказал что ничего такого что скрывал бы правду об этом преступления механизмов все вскрыто ничего не закрыто все вскрыто и показано в том числе в том миллионе документов которые переданы нашим польским партнером и вот опять снова да история разложения заживо россии и и политической системы от этих заявлений до вчерашних публикаций в реанновых новостях это есть история десятилетней деградации самого путина а с ним и страны которую он тащит за собой в могилу да ребята это что-то вот жуткое да уже про катынь мы все вроде решили я тоже я вчера видел но я не стал об этом говорить но я сразу понял что это чушь так чё-чё-чё как зарабатывать на коронавирусе апс алексей навальный ну ребята тут дела оказывается москва закупила там 200 миллионов по моему на на 200 миллионов рублей закупили маски медицинские для москвы с пиццом да и вот он показывает как они на этом пилят ой-ё значит этим а вот маска берегине он просто пример берет до детская маска она стоила 370 двумя неделями раньше дальше значит и вот поставщик какой-то продает эти маски в розницу по 4 рубля за штуку но это еще по-божести вот он как я думаю ну может по 5 рублей за штуку купил или что-то в этом роде нифига оптом покупать значит маски которые продаются в розницу по 200 рублей за упаковку он купил у этого же поставщика по 427 рублей в два раза дороже а продают уже упаковки за 600 рублей понимаете вот наваривают как хорошо это только маски детские а дальше дальше еще хуже и еще хуже вот так ребята так что еще москвич избил фельдшера скорой помощи который приехал к его больному сыну ну раньше такое бывало ребят но интересно за что он его избил вот тут москва до москва этот этот на место по вызову приехал ческовый который выяснил что медика избил отец больного пневмонии ребенка как сообщает интерфакс конфликт произошел из-за того что бригада врачей согласно инструкции прибыла на вызов спец костюмах это вывело нападавшего из себя ну вот по отца вот этого ребенка и вот он сломал фельдшеру нос в общем представляете да они выезжают такая спец костюм а говорят нету вируса ха-ха так дальше эрдоган добился своего шестичасовой московский переговорный вальс путина эрдогана закончился победой последнего но это серпом по ядовито пишет но смысл знаете чё вот мне тут что понравилось да между прочим то что согласен они подписали соглашение о прекращении огня и она достигается между россии и турции осада здесь вообще нет вот сирийской армии тут вообще нет соглашение достигается между россией и турцией это выходит дело россии там воюют да не серия в россии очень интересно очень так что еще спасибо деду за обеды это антон орех пишет тоже на их и москвы да сейчас так вот говорят и вот знаете смысл то в чем он как раз говорит не про горячие обеды для детей а он говорит про то что элла александра памфилова сравнила голосование за поправки конституции с комплексным обедом ну типа хотите берите хотите не берите вот и вот он говорит что у меня как с комплексным обедом вопросов то нету если мне винегрет не нравится этот знаменитый винегрет она там винегрет вспомнила я просто возьму борщ и котлет а винегрет выброшу на помойку да вот а здесь почему я не могу отказаться от винегрета да 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 364 поправки это и есть настоящий винегрет понимаете вот так главное водочкой запивать потому что без пол-литра с этим комплексным обедом не совладать да они хотят все это дело протащить так америка немножко сенатор уоррен вышла из президентской гонки в сша все еще одна но у него мало было очков собственно никто не ожидал от нее чего-то ошибка тинькова как работает американский налог ребят дело в том что когда ты прощаешься с америкой да и снимаешь себя обязанности гражданина ты должен заплатить деньги за это если у тебя ну очень высокий достаток понимаете тут больше чего-то но у него значительно больше вот и он он заплатил он занизился свое свое состояние в тысячи раз понимать тысячи вот и конечно за это налог за выход да вот заплатить налог вот кто если прощаешься с гражданством да а придется обладателем состоянии не менее двух миллионов долларов ну вот такие вот а у него там миллиарды были а он занизил и америка за это наказывает очень сильно наказывает посмотрим что будет у него конечно есть хорошие адвокаты но эти то америка и это тиньков друг путина ну все миллиардеры друзья путина можно сказать то у него друзей нет в кавычках но все равно так в проект по праву конституцию не вошел запрет на владение зарубежной недвижимостью для госслужащих можно владеть в проект поправок не вошел и вот газеты ведомости на эту тему пишет если бы вошел то многим чиновникам и членам парламента пришлось бы продавать свою собственность или уходить в отставку потому что у них зарубежной недвижимости дофига ребята вот так так что тут еще число женщин водителей в россии выросло в шесть с половиной раз нифига себе именно но профессионалов имеется ввиду профессионалам работают водителем у нас тут ну конечно много в америке женщин водителей на что профессионалами да пожалуй нет вот у меня была одна знакомая дальнобойщица маленькая такая худенькая тоненький голосочек я говорю а как же вы разгружаете да говорит а я не разгружаю я сижу в машине за меня разгружают я спросил много работать ну не слишком много ну хватает женщин водителей ну в смысле дальнобойщиц хватает ну вот в россии что-то женщина ну если россия как-то и вылезет то за счет женщин честное слово это у меня такое мнение ретерс узнал о нежелании россии дополнительно сокращать нефтедобычу денег то нету если москва не сократит добычу то сделки не будет заявил министр нефти ирана бижан намдар зангане да поругаются они теперь с опеком тоже танки 90 м и прорыв впервые примут участие в параде победы фанерные конечно фанерные не дай бог так ротченков подтвердил подлинность своих подписей на показаниях в суде ну ребят вот неделю гнали что у него подписи ложные а теперь гонят что подтвердил везде 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 им все равно о чем писать да путин посетил детскую поликлинику в иванове ой осмотрел несколько кабинетов я представляю там сейчас после того как он ушел они все сели поставили бутыль спирта да как будто бы его это как-то интересовало ну там двойник работал чего вы хотите за сутки китайским коронавирусом заболели более двух тысяч человек вот за истекшие сутки ребята причем в китае в самом китае 143 а 2091 человек за пределами китая вот так вот эксперты назвали долю женщин во главе российских про российских компаний вот кто возглавляет до 6 половина процентов ребят среди руководителей 200 крупнейших российских компаний 6 половина процента всего-навсего женщину это просто интересно режим повышенной готовности введен в москве из-за коронавируса это вот даже еще вчерашняя новость 5 марта повышенная готовность всех звеньев здравоохранения городского хозяйства так налоговая нагрузка на и п может вырасти на 50 миллиардов рублей 2024 году ну и п это индивидуальные предприниматели будут давить ребята а денег нет а где-то их надо брать и вот сразу тут говорят о том что но уйдут просто в тени все да московской ввд пришли с обысками по делу голунова так это дело не прекращается так так и шерстят их шерстят я вам вчера говорил что голунова послали на психиатрическую экспертизу зачем-то секретный экспорт из россии сохраняя сократился на 13 процентов секретный экспорт это знаете чё это оружие вот эта бронетехника военные корабли авиации вообще сумма неизвестна и даже это сократилось надо же так и последние два с твиттера девушка отдыхала в китае спустя две недели к ней вообще в общежитии ворвались без стука врачи и полицейский кричали угрожали уголовным делом в случае выхода на улицу классические методы да нифига себе и последние жители колодия ивана любшина мой друг иван любшин да помните фильм был приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии из-за комментария в вк вконтакте суд признал его виновным в оправдании терроризма уже не осталось никаких слов чтобы описать этот пипец вот так вот дикие сроки за комменты стали обыденностью ребят комментарии 5 лет 5 лет ладно оставайтесь я в одноклассники больше не пойду всего хорошего до свидания с вами доктор влад пока пока